На Земле ежедневно рождается огромное количество людей, и в то же время люди умирают от старости и болезней. Возникает вопрос, можно ли прожить дольше, оставаясь здоровым? Ученые на протяжении десятилетий прилагали огромные усилия, пытаясь решить эту задачу с множеством неизвестных, и в настоящее время им удалось добиться заметных успехов. Возможно, щелочная вода станет одним из ответов на этот вопрос. Современная наука выяснила, причина старения на самом деле гораздо проще, чем нам казалось. Считалось, что эту причину следует искать в нашей еде. Наш ежедневный рацион на 99% состоит из углерода, азота, водорода и кислорода, тогда как на долю минералов приходится всего лишь 1%. Минералы делятся на две группы веществ – щелочные минералы и кислотные минералы. В процессе пищеварения содержащиеся в продуктах щелочные минералы превращаются в щелочные отходы. Высоким содержанием щелочных минералов отличаются такие продукты питания, как, например, водоросли, имбирь, грибы, горох, шпинат и бананы. Кислотные минералы в процессе пищеварения превращаются, соответственно, в кислотные отходы. В число продуктов с высоким содержанием кислотных минералов входит, например, рис, а также яичный желток, курятина, пшеница, баранина и говядина. Отходы, образующиеся после переваривания этих продуктов, содержат много кислот, являясь одним из главных катализаторов процесса старения и развития различных болезней. Кислотные отходы выводятся из человеческого организма в виде пота и мочи. Однако оставшиеся отходы циркулируют в организме, перемещаясь по кровеносной системе, постепенно накапливаются в капиллярных сосудах, что в конце концов приводит к их закупорке. В результате в клетки человеческого организма перестает поступать кислород и питательные вещества, что приводит к прекращению воспроизводства клеток. Это и есть причина старения. Кроме того, в результате закупорки капилляров нарушаются функции органов, в которых накапливаются кислотные отходы, что в перспективе приводит к возникновению серьезных заболеваний. Главная причина старения. Но когда начинается накопление кислотных отходов, способствующих ускорению процесса старения. По словам ученых, старение начинается после прекращения грудного вскармливания. Развивающийся в утробе плод потребляет питательные вещества, поступающие из организма матери, и организм ребенка становится щелочным в результате усвоения щелочных материалов. Однако, обеспечивая организм ребенка необходимым количеством щелочных материалов, организм матери быстро становится кислотным. Вскоре после начала беременности, нехватка щелочных минералов начинает отрицательно сказываться на организме матери, приводит к потере аппетита. Утренняя тошнота во время беременности – недостаток щелочных минералов. В случае сильных приступов утренней тошноты во время беременности, следует ежедневно выпивать 2,5 литра щелочной воды. Пока ребенок питается молоком, его организм продолжает оставаться щелочным. Однако, он быстро становится кислотным после перехода на искусственное вскармливание. Причина – злаковые продукты, пища, способствующая накоплению в организме кислотных отходов. Процесс усугубляется по мере роста ребенка и увеличения объема накапливающихся в организме кислотных отходов в результате ежедневного потребления кислотных продуктов. В наши дни люди постоянно контактируют с загрязненной водой и воздухом, постоянно испытывают стресс, что также способствует образованию кислотных отходов. Кроме того, люди страдают различными заболеваниями, возникающими по причине ускорения процесса старения, спровоцированного этими отходами. Существует ли какой-либо радикальный способ, позволяющий замедлить старение и избежать связанных с ним болезней? Удалите из организма кислотные отходы Если причина старения кроется в кислотных отходах, секрет долголетия может быть связан с ликвидацией этих отходов. Значит, необходимо нейтрализовать кислотные продукты. И здесь поможет щелочная вода. Большинство врачей рекомендуют вегетарианскую диету, так как щелочные минералы и овощи помогают нейтрализовать кислотные отходы. Однако им не вдомек, что в овощах щелочные минералы содержатся лишь в небольшом количестве, а значит, с целью нейтрализации кислотных отходов необходимо употреблять в пищу очень много овощей. Потребление достаточного объема воды еще один из способов нейтрализации накопившихся в организме кислотных отходов. Употребление натуральной воды онкологическими больными приводит к заметному улучшению состояния. В американском онкологическом центре удалось достичь поистине удивительных результатов в ходе лечения раковых заболеваний после того, как тысяча пациентов стало ежедневно выпивать по 7 стаканов натуральной природной воды. Исследователи пришли к выводу, что содержащиеся в натуральной природной воде щелочные минералы PH7,5 нейтрализуют кислотные отходы и таким образом способствуют профилактике рака. Несмотря на низкое содержание щелочных минералов в овощах и натуральной воде, терапевтический эффект их употребления оказался удивительно высоким. Следовательно, насколько эффективной будет вода с высоким содержанием щелочных минералов? Вода состоит из двух частей водорода и одной части кислорода. В щелочной воде содержится больше кислорода, чем водорода. Очевидно, что используя для питья щелочную воду, мы увеличиваем потребление кислорода. Главное преимущество щелочной воды в том, что при поглощении ее человеческим организмом она нейтрализует кислотные отходы, растворяя их отложения в кровеносных сосудах, после чего они легко выводятся с мочой и потом. Поэтому щелочная вода хорошо известна как средство, помогающее при многих заболеваниях. Причиной многих болезней могут стать кислотные отходы, накопившиеся в важнейших органах человеческого организма, что приводит к развитию дегенеративных процессов в находящихся рядом клетках. Три вида заболеваний, возникающих главным образом в связи с накоплением кислотных отходов. Первое – остеопороз, возникающий по причине образования затвердевших кислотных отходов в организме. Второе – отложение затвердевших кислотных отходов в суставах и органах может привести к повышению содержания холестерола, к заболеваниям почек, к артриту и подагре. Третье – капиллярные сосуды постепенно заполняются затвердевшими кислотными отходами, из-за чего важнейшие органы перестают получать достаточное количество крови и питательных веществ. Это может привести к диабету, к заболеваниям почек, к гипертонии, к онкологическим и другим заболеваниям. Накопление кислотных отходов в организме человека наряду с дегенеративными изменениями в клетках приводит к их перерождению в раковые. Рак – одно из самых серьезных заболеваний в мире. Это характерные изменения клеток, которые бесконтрольно делятся, сохраняя свою жизнеспособность в кислотной среде. Существует две теории относительно основных причин рака. Первое – теория дефицита, недостатка кислорода, разработанная немецким биохимиком доктором Варбеком. И второе – теория кислотных клеток, выдвинутая японским врачом доктором Айяраши. Доктор Варбек считает, что здоровая клетка превращается в раковую, если в нее перестает поступать кислород. Доказав правильность своей теории в ходе многочисленных экспериментов, доктор Варбек был удостоен Нобелевской премии. В свою очередь доктор Айяраши утверждает, что здоровые щелочные клетки обычно становятся неактивными в местах накопления кислотных отходов. Однако в некоторых случаях отдельные клетки остаются живыми, и тогда начинает развиваться рак. Раковые клетки, даже если их удается полностью ликвидировать в ходе хирургической операции, появляются вновь, поскольку в организме сохраняется кислотная среда, а клетки организма пытаются исправить положение, превращаясь в раковое. Значит, чтобы предотвратить возникновение такого рода ситуаций, необходимо остановить процесс накопления кислотных отходов путем ежедневного потребления щелочной воды. Накопление кислотных отходов в тканях поджелудочной железы может привести к развитию диабета в связи с нехваткой инсулина в организме, а это, в свою очередь, ухудшает работу поджелудочной железы. Поджелудочная железа – органы, расположенные позади желудка. Медики утверждают, что симптомы сахарного диабета отмечаются главным образом у пациентов старше 40 лет, а у 20-летних таких симптомов не наблюдают. Какие различия имеются в их организме? Обычно количество кислотных отходов, скопившихся в организме 40-летнего человека, намного превосходит аналогичный показатель у 20-летнего, особенно в поджелудочной железе. Тем не менее, заболевания диабетом можно избежать, регулярно вымывая кислотные отходы из организма с помощью щелочной воды, которую необходимо употреблять регулярно. Повышенное кровяное давление Аналогичным способом можно справиться и с многими другими болезнями. Повышенное кровяное давление – распространенное заболевание, возникающее по двум причинам. Первое – физическое – закупорка капиллярных кровеносных сосудов или сужение капилляров из-за отложений кислотных отходов. В результате кровяное давление повышается в связи с необходимостью поддержания кровоснабжения, несмотря на суженные сосуды. Другая причина – нехватка кислорода в силу химических факторов, а именно в связи с наличием отвердевших кислотных отходов. Пониженное кровяное давление Причиной пониженного кровяного давления является ухудшение работы сердечных мышц в связи с нехваткой ионов кальция, вызванной кислотными отходами. Страдающий гипотонией человек может восстановить нормальное давление, регулярно употребляя щелочную воду, поскольку содержащиеся в ней ионы кальция способствуют восстановлению нормальной работы мышц сердца, а также стимулируют активность ионов кальция в организме. Заболевания почек и камни в почках Заболевания почек Накапливающиеся в почках отходы жизнедеятельности приводят к развитию почечных заболеваний. Нахождение клеток в среде с повышенной кислотностью способствует увеличению размера почек. Это препятствует нормальной работе почек и может стать причиной почечных заболеваний. С целью обеспечения нормального функционирования организма клетки должны полностью освобождаться от отходов своей деятельности. Однако сдвиг кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону приводит к скоплению солей и образованию камней в почках. Пстеопороз и подагра Кости Это хранилище кальция в человеческом организме, откуда кальций поступает во все органы в достаточном количестве. Состоящая из кальция и фосфора кость остается здоровой при условии содержания этих веществ в соответствующей пропорции. С целью нейтрализации избыточных накоплений отходов организм начинает изымать из костей кальций во все более нарастающем количестве, что может принести вред всему организму в целом. Симптомы недостатка кальция невозможно выявить с помощью рентгеновского исследования. Они начинают появляться лишь после того, как содержание кальция в костях уменьшится на 30-40%. Подагра развивается также в случаях, когда кислотные отходы накапливаются в капиллярных сосудах рук и ног. Обычно подагра поражает суставы пальцев ног, коленные суставы и суставы пальцев рук, вызывая сильные боли при перемене погоды. Употребление щелочной воды один из самых лучших способов лечения подагры. Хронический запор Выступая на семинаре по вопросам использования воды как лекарственного средства, доктор Чой, практикующий врач из Сеульского национального университета, подтвердил, что воздействие щелочной воды является как научным, так и медицинским фактором. В ходе наблюдения за 15 пациентами, 10 мужчин и 5 женщин, страдавших запорами более года, доктор Чой пришел к заключению, что употребление щелочной воды в течение 1-2 недель приводит к значительному облегчению симптомов запора. У 12 пациентов из этой группы за указанный период намного улучшилось общее состояние. В результате доктор Чой сделал вывод, что употребление щелочной воды ведет к заметному улучшению работы кишечника, отметив также повышение общего тонуса у всех пациентов, употребляющих щелочную воду. Дело в том, что увлажнение экскрементов, скопившихся на стенках толстой кишки, намного облегчает их эвакуацию. Нарушение кровообращения в толстой кишке из-за отложений кислотных отходов приводит к возникновению запоров по причине отсутствия увлажняющих веществ. Стресс и головная боль В случае возникновения стрессовой ситуации в организме человека образуется намного больше кислотных отходов. Мозг в состоянии стресса Физический стресс можно облегчить с помощью хорошего отдыха. Однако в настоящее время большинство из нас не располагает достаточным временем для снятия умственного стресса. Продолжительный стресс может привести к таким неприятным последствиям, как спонтанные головные боли, психические расстройства, вспышки гнева, нарушение гормонально-секреторной деятельности и так далее. Существует два вида стресса. Физический стресс, вызванный физической деятельностью, и умственный стресс, возникающий по причине умственного переутомления. Похмелье Похмелье сопровождается такими симптомами, как сильная жажда или головная боль в связи с наличием в печени нерастворенных остатков алкоголя. Это может нанести большой ущерб здоровью. Употребление щелочной воды с высоким содержанием щелочных минералов позволит значительно улучшить самочувствие, особенно после употребления спиртных напитков, поскольку щелочные минералы нейтрализуют содержащиеся в крови кислотные отходы. Это означает, что щелочная вода не только снижает содержание алкоголя в крови, но и улучшает общий щелочной баланс организма. Все причины, вызывающие старение и хронические болезни, похоже, связаны с накапливающимися в организме кислотными отходами. При варивании пищи, не усвоенные организмом продукты, превращаются в кислотные отходы. В дальнейшем происходит преобразование отходов в плотные субстанции, накапливающиеся практически во всех органах, которые, если их своевременно не выводить, способствуют ускорению процесса старения. Нехватка кислорода и питательных веществ, вызванная нарушением кровообращения в связи с накопившимися в организме кислотными отходами, ведет к возникновению заболеваний и дисфункции внутренних органов. В результате может развиться практически любое заболевание. Ключ к здоровой жизни, возможно, следует искать в щелочной воде, нейтрализующей кислотные отходы и помогающей удалять их из организма. Щелочная вода обычно используется для профилактики самых разных заболеваний, включая рак, повышенное и пониженное кровяное давление, диабет, болезни почек, подагру, сахарный диабет, диарею, запоры, ожирение, головные боли, болезни кожи, кожную аллергию и астму, вызываемые образованием и накоплением кислотных отходов в организме. Как известно, здоровые клетки имеют щелочную среду, а раковые — кислотные. Реализовать кислотные отходы можно лишь за счет создания щелочной среды. Этот принцип помог ученым разгадать великую тайну жизни. Она оказалась совсем простой. Нужно пить щелочную воду. Это загадочная вода. Щелочная вода не только помогает предотвращать многие заболевания, но и значительно замедляет старение, нейтрализуя, предотвращая деструктивные органические процессы. Приобщитесь к тайнам долголетия. Пейте щелочную воду. Существует древнее японское пророчество, которое гласит «С моря Окинавы прибудет сокровище, которое благословит людей всего мира». Вода, обогащенная Коралл-майном, уважительно именуемая молоком океана, может быть именно тем, что ищет ваш организм. Она помогает восстановить надлежащий баланс pH вашего организма, поддерживает вашу иммунную систему и помогает вам вести энергичный, активный образ жизни. Море – богатейший источник пищи и минералов. Оно поддерживало жизнь на Земле в течение многих веков. Но его глубины таят нечто большее – секрет крепкого здоровья и долголетия для всех нас, живущих на суше. На протяжении тысячелетий море создавало слой за слоем коралловый песок, насыщенный минералами. Когда коралл в ходе естественного цикла жизни умирает, он в конечном счете смывается морем и откладывается на морском дне, где собирается в течение многих столетий, обогащаясь полезными свойствами для того, чтобы стать коралловым реликтовым песком. История компании «Мэрин Коралл» начинается именно отсюда – с древнего морского дна, где хранится источник живительной питьевой воды. В кристально-прозрачных водах вдоль архипелага Нансей тянется полоса древних островов, известных сегодня как Окинава. Эти острова являются родиной самых крупных древних коралловых рифов в мире. Преисполненные буйством невообразимых красок, острова представляют собой останки древних коралловых рифов, образовавших со временем крупный массив суши, благословенный бесконечным множеством видов морской жизни. Многие люди, живущие здесь, это долгожители, имеющие крепкое здоровье. Они живут и работают, ведут свое собственное хозяйство у самого моря, наслаждаясь его щедрыми дарами. В ходе исследований было выявлено, что жители островов Окинава не только живут дольше всех в мире, но и имеют очень низкий уровень заболеваемости раком, сердечными болезнями, диабетом, артритом. Качество жизни островитян в пожилом возрасте значительно лучше, чем где бы то ни было в мире. В деревнях Окинавы проживает множество людей, чей возраст составляет от 80 до 115 лет. Большинство из них ведет активную жизнь без заболеваний, приводящих к инвалидности, которые во всем мире довольно частое явление. У наших жителей самый низкий уровень смертности от рака и сердечных заболеваний. Я веду активный образ жизни и не жалуюсь на здоровье. Много ученых и врачей приезжали на острова для изучения тайны здоровья и долголетия этих людей. Они обнаружили, что источник их отличного здоровья зависит не только от интенсивной физической нагрузки и здоровой диеты. Главный секрет здоровья и долголетия имеет отношение к воде, которую они пьют. Вода, которую пьют островитяне, не имеет аналогов в мире. Когда идет дождь, вода просачивается через древние коралловые отложения и обогащается кальцием и магнием. И сегодня люди могут собирать питьевую воду из натуральных источников, подобных этому, по всей Окинаве. Эта вода является необработанной и считается безопасной для питья. Это часть горы. Коралловый риф. И вода течет сквозь него. Сегодня многие дома на Окинаве имеют свои собственные водосборные системы с коралловыми фильтрами на крышах. Практически каждый человек на Окинаве, независимо от того, где он живет, пьет воду, профильтрованную через коралл. Поскольку ценность коралловой воды была подтверждена учеными, Сусуму Уехара намерился найти способ сделать эту воду доступной всему миру. В 1983 году его идеей было суждено реализоваться в форме простого пакета Саше для фасовки коралла. Благодаря его усилиям миллионы людей во всем мире наслаждаются этой водой. Так появилась на свет компания Мэрин Коралл. Он изобрел этот замечательный пакет Саше, который мы используем в течение многих лет. Это гениальное изобретение. Оно великолепно. Применяя лучшие научные разработки и инновационные технологии впервые в истории и во всем мире я создал завод для производства продуктов из коралла, чтобы принести пользу миру. И думаю, я могу сказать, что являюсь пионером в этом отношении. С самого начала японское правительство имело эксклюзивные права на регулирование добычи древнего коралла Окинавы. Этот экологически чувствительный процесс не причиняет вреда росту нового коралла и представляет компанией Мэрин Коралл сырье для продукта, который можно производить для всего человечества. После тщательного отбора сырье отправляется на завод в Токасаки. Здесь по специальной запатентованной технологии, отличающей Мэрин Коралл от любых других подобных компаний, коралловый песок очищается и высушивается, обеспечивая безупречную чистоту коралла. Коралл нужно чистить очень тщательно, так, чтобы его пористость могла обеспечивать поглощение примеси в питьевой воде. После почти двух десятилетий исследований, ученые обнаружили, что небольшое количество коралла Сокенавы, добавленного практически в любую жидкость, оказывает превосходное воздействие на организм человека. Коралловый кальций Коралл Майн фасуется в удобный 1-граммовый пакет, который необходимо добавить к 1,5 литрам чистой воды. Вода является единственным важнейшим питательным веществом для поддержания жизни человека. Организм состоит на 70% из воды, а кровь на все 90%. Кровь ответственна за транспортировку питательных веществ в каждой живой клетке. При нормальных условиях человеку требуется от 1,5 до 3 литров воды в день. К сожалению, мировые запасы воды быстро истощаются из-за загрязнителей, пестицидов и кислотных дождей. Опасные для организма элементы, такие как хлороформ, нитраты, кадмий и алюминий, можно обнаружить практически в любой воде. Эти загрязнители содержатся в сточных водах фабрик, сельскохозяйственной промышленности и канализационных систем. Они попадают в систему подачи питьевой воды почти каждого жилища в мире. Вы видите, как коралловая вода помогает в очистке обычной питьевой воды. Вы можете жить в регионе, где вода содержит небольшое количество хлора или не содержит его вообще, но все еще имеет низкий pH и высокий кислотный уровень. Наш организм нуждается в воде с высоким уровнем pH для борьбы с болезнями. Для примера, при кислотном уровне 6 умирают крабы, рыбы умирают при уровне pH равным 3. Вся жизнь погибает при уровне pH 2,5. Ведущие биохимики и медики признают, что надлежащий уровень pH и кислотно-щелочной баланс являются самыми важными аспектами здорового организма. Даже документы, опубликованные в Китае в 1596 году, называют окаменелый коралл пищевой добавкой. Комбинация элементов в окаменелом корале имеет высокосчелочной уровень pH практически идентичный человеческой крови и морской воде. Коралл-майн увеличивает уровень pH в воде и делает ее более щелочной. Кроме того, он нейтрализует любые побочные продукты, присутствующие в воде, и добавляет важные минералы и кальций, которые часто удаляются во время обработки на водоочистных установках. Даже вода с хлором, бактериями, тяжелыми металлами и фторидом может быть улучшена коралл-майном. Мы должны оберегать себя от этих загрязнений, потребляя оптимальную питьевую воду, полученную с помощью кораллового продукта коралл-майн. Многим известно об опасности, которую таит в себе хлор, присутствующий почти во всех общественных системах водообеспечения. Но мало кто знает, что последние исследования указывают на существование более серьезной опасности при нагревании хлорированной воды до точки кипения. Существует множество способов использования коралл-майна. Многие обрабатывают им водопроводную воду перед кипячением, ополаскивают фрукты и овощи и даже делают кубики льда из воды, обработанной коралл-майном. Сегодня миллионы людей во всем мире ежедневно используют этот замечательный продукт. Результаты использования коралл-майна оказывают сильнейшее воздействие на их здоровье. Люди из многих стран открывают для себя целебные свойства коралл-майн. Другие источники коралла используются для восстановления костей. Вода, обогащенная коралл-майном, уважительно именуемая молоком океана, может быть именно тем, что ищет ваш организм. Она помогает восстановить надлежащий баланс СПАЖ вашего организма, поддерживает вашу иммунную систему и помогает вам вести энергичный, активный образ жизни. Международный коралловый клуб был создан в городе Торонто в Канаде в 1998 году. Автор этой новой истории успеха господин Леонид Лап. Я определенно уверен, что продукт коралл-майн принадлежит людям и мы хотим, чтобы о нем узнал весь мир. Сегодня компания имеет филиалы в более чем 20 странах. Каждый год коралловый клуб помогает улучшить здоровье все большего количества людей за счет уникальных свойств коралл-майн. Наша мечта донести до каждого человека на планете уникальные живительные свойства кораллов коралл-майн. С древних глубин морского дна ваша питьевая вода с коралл-майн станет источником здоровья и долголетия. Цикл жизни продолжается вместе с коралл-майн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова